Все-таки последние события, которые были, в Ель-Симе территория максимально приближенная, из туристически популярных, максимально приближенная к очкам, то есть в Ель-Симе, они были в Ель-Симе, слава богу, особей жертвы не было. Но как живет сейчас город, чем он сейчас живет, какие вообще изменения здесь? — Скажу, что с 2009 года я живу и работаю в Мерсине. Живу со своей семьей, у меня двое детей, которые уходят в школу турецкую, в садик турецкий. Для чего это говорю? Чтобы вы понимали, что я на этом рынке давно и в этом регионе давно расскажу, как перенес Мерсин и его роль в этой трагедии. Все вы знаете, 6 февраля в Турции произошло два крупнейшие землетрясения, признанные катастрофой столетия для Турции. 10 городов Турции пострадало. В эпицентре было, как Роман-Мараш, 7,8 баллов. Тоже вы об этом знаете. Мерсин — сейсмобезопасная зона, находящаяся на Анатолийском плато, но тем не менее до нас дошли отголоски землетрясения. Я живу на девятом этаже, и мы в 4-16 чувствовали колебания, такое, как немножечко на лайнере неприятное. Это было впервые за мои многие годы проживания. Местные жители испугались, потому что это, подчеркиваю, несвойственно для нашего региона. И у нас сейсмобезопасный регион, разрешенное строительство высоких зданий. В среднем у нас 15 этажей. Первый не построил в Турции у нас построил памятник архитектуры, которым 2-3 тысячи лет, находится в Мерсине. Поэтому местные жители были испуганы, конечно, тем, что никогда не свойственно было для этого региона. Тем не менее, Мерсин принял огромную роль в этой трагедии. Как ближайшие безопасные точки к нам съезжались раненые, к нам съезжались переселенцы. Мерсин, кто не знает, это 2 миллиона жителей и 700 тысяч жителей, 700 тысяч переселенцев приехало в Мерсин. Кто-то именно по переселению организованы, кто-то неорганизованы. Мерсин – это богатейший регион этого региона, и очень много родственников, друзей именно живут в Мерсине, поэтому для Мерсина это была большая личная трагедия. Ну, вы знаете, что у нас были трауры. Что касательно дальнейшей безопасности, сейсмики, строительства и так далее. В Мерсине, как и в других городах Турции, ведутся экспертизы, расследования о безопасности данного строения. Мерсин переселил 65 тысяч за счет муниципалитетов. Поэтому Мерсин стал оплотом безопасности в регионе, и сейчас мы видим большой всплеск интереса на недвижимость, естественно, на аренду и также на покупку со стороны внутреннего рынка. Со стороны зарубежных покупателей огромный спрос, потому что Мерсин занял первое место в Турции по приросту цен. Напомню, что в 2020 году у нас цены были 20 тысяч евро за 1 плюс 1, то есть квартира с одной спальзой 20 тысяч. В 17, ну, надо было еще поуговаривать, там, за 20 купить. Сейчас средняя цена в Мерсине 60 тысяч евро на 1 плюс 1. У меня на стенде есть предложение за 49 тысяч 1 плюс 1. Сейчас уже такие времена, к сожалению, когда уговаривать не нужно, потому что общая политическая ситуация в наших странах, она достаточно печальная. Мерсин, подчеркну, что продолжает быть интересным, безопасным и инвестиционно-доходным местом. Несколько слов, как вы уже сказали, примерно, о ценах. Все-таки последние несколько недель, давайте два месяца, полтора месяца последних, как они менялись? Был какой-то всплеск, или этот всплеск, в основном, касался рынка аренды? То есть, ну, потому что в моменте всегда ситуация с одной стороны может быть непоказательная, а с другой стороны для тех, кто решается на покупку вот прямо сейчас, важно, что происходит именно прямо сейчас. Ну, смотрите, как бы хотелось бы покупателям, какого-то падения не произошло. На следующее же утро, вернее, в утро того же дна продолжались заливы капитона, продолжалось строительство, жизнь продолжалась, да, там не работали школы, госорганы в период траура. Произошел всплеск, огромный всплеск на аренду, и, естественно, раза в три выросли цены на аренду. И сейчас предложений на аренду в Версении нет категории, но совершенно. Ни по какой стоимости вы не можете найти, потому что все уже снято в аренду. Что касательно покупки, то в первые, скажем, две недели, там, после землетрясения была определенная стагнация, потому что, да, все пребывали в шоке, и было как бы, ну, совершенно не до этого, как на внутреннем рынке, так, со стороны зарубежных покупателей, две недели было вот такое присмотреться, что будет дальше. Но сейчас цены продолжают расти. Что вы понимали, усилился контроль за организациями, которые выдают разрешение на строительство, которые, естественно, при строительстве, при получении из КАН, документ ввода в эксплуатацию, подорожало железо, подорожал цемент, и это никак не может, цена никак не может от этого упасть. Поэтому, да, у нас в среднем прирост цен в месяц уже происходил рост после вот этих событий, где-то на, от двух до пяти тысяч евро за квартиру произошел прирост на стадии... 3, 5, 7 процентов, ну, там зависит из-за того, понятно, а мне? Да. Окей. Субтитры создавал DimaTorzok